И снова здравствуйте! Сегодня я хочу поговорить с вами об уходе за нашими ручками и за нашими ножками. Не секрет, что наши руки и ноги требуют особого ухода. Ну, потому что возраст любой женщины, он достаточно легко определяется именно по коже рук. Если вы еще не знаете, то существует несколько зон, за которыми нужен специальный уход, потому что именно по ним человек может легко определить возраст женщины. Это зон шеи, это руки и это колени. Именно эти три зоны труднее всего поддаются любым воздействиям, любым антиэйдж процедурам, и поэтому именно за ними нужен дополнительный уход. И, как говорится, берегите честь молода. Вот в данном случае за кожей шеи, за кожей рук и за кожей наших коленей стоит начинать ухаживать очень рано, если мы хотим, чтобы именно с этими зонами проблемы у нас никогда не возникли. Сегодня я расскажу вам о том, как я ухаживаю за своими руками и за своими ногами. Что касается ухода и за руками, и за ногами, я бы выделила два основных этапа, которые очень важны и которым я уделяю внимание. Нет, я бы выделила на самом деле три основных этапа, но третий этап – это услуги качественного мастера маникюра и педикюра. Об этом я вам рассказывать не буду. Итак, то, что касается рук. В первую очередь, это увлажнение рукопитания и эксфолиация. Для своей эксфолиации рук я использую специальный скраб. Скраб профессиональной марки, которая делает средства по уходу за руками – это скраб OPI. Это OPI Manicure Skin Renewing Scrub в объеме 85 грамм. Также я знаю, что существует еще и большая полноразмерная версия этого продукта, но вы знаете, даже такой вот малышке хватит на очень большое количество времени. В принципе, это у меня уже второй такой скраб. А предыдущий я покупала около полутора лет назад, может быть даже больше. И, собственно, используя его раз в неделю, раз в 10 дней, я остаюсь очень довольна в состоянии моих рук. У него здесь сверху прикреплена вот такая вот маленькая лопаточка. Собственно, если мы его открываем, внутри вот такая вот замечательная субстанция, которую можно зачерпывать лопаточкой. Я ее, как правило, зачерпываю пальцем, небольшое количество наношу на сухую кожу рукой и тщательно массирую. Вот так вот, очень-очень тщательно стараюсь промассировать каждую зону. Распределяю его по рукам, массирую в течение 5-6 минут и затем смываю. Как правило, я эту процедуру делаю вечером, как правило, я эту процедуру делаю раз в 10 дней, либо раз в 2 недели. И после этого я стараюсь нанести на свои руки как можно более питательный крем для рук, для того, чтобы мою кожу подпитать и увлажнить после того, как с нее я удалила все ненужные омертвевшие клеточки. Для увлажнения и питания кожи моих рук в ночное время я использую своего любимчика от Доктора Хаушка. Это Hydrating Hand Cream, он в объеме 50 мл, вот такая вот туба. Это белый крем, достаточно жирненький, который я, как правило, наношу, не белый, он немножко желтоватый, с очень приятным натуральным запахом, который я, как правило, наношу на кожу своих рук перед тем, как я иду спать. Я его стараюсь массировать массажными движениями, и мне очень нравится то, как он работает. И в первую очередь мне, конечно, нравится его состав, потому что в нем входит огромное количество всяких разных масел, вытяжек, которые в ночное время суток в мою кожу руку увлажняют, питают и восстанавливают. В дневное время я использую вот такой вот крем. Это итальянская марка Erbario, Erbario Toscano. Это крем с оливковым маслом, с натуральным оливковым маслом, который также обладает эффектом второй кожи. То есть после нанесения, после того, как я нанесла этот крем на свои руки, массажными движениями помогла ему впитаться, и этот крем впитался, он словно такая невидимая вуаль. Мои руки питают, увлажняют и защищают, при этом не оставляя никакой жирности, никакого липкого эффекта. Объем данной тубы 100 мл, и его мне тоже хватает на очень-на очень долго. Также в уходе за руками я очень люблю крем от Givoli. О Givoli я более подробно расскажу в уходе за моими ножками, потому что почти все крема по уходу за моими ногами именно Givoli. Также в Givoli это профессиональная марка по уходу за кожей ваших вяточек, и в ней есть замечательный крем для рук, который я периодически чередую с вот этим вот Hydrating Hand Cream от Dr. Hamushka, и который мне тоже очень-очень нравится. Честно говоря, если мы говорим про руки, про эстетику рук, то я очень люблю ухоженную кожу, я очень люблю короткие ногти аккуратные, я не люблю делать наращивание, я не люблю никакие стразы, никакой nail design. Я приверженец классики, как правило, я если покрываю ногти, то это либо ярко-красный классический, либо телесный, нюдовый, нейтральный, нежно-нежно-розовый. Я очень люблю, чтобы мои руки выглядели ухоженно, поэтому уходу за кутикулой и уходу за ногтевой пластиной я тоже уделяю достаточно много внимания. В уходе за кутикулой нас спасают масла, и на данный момент у меня есть два масла по уходу за кутикулой, которыми я пользуюсь, и которые мне очень-очень нравятся. Одно из них это масло OPI, в данном случае это большой объем, это 15 мл, я знаю, что у них еще есть малыш, по-моему, 7 мл или даже 5 мл, который очень удобно брать с собой в поездку. В принципе, это тоже небольшое, это тоже очень удобно брать с собой. И также у меня есть масло Evelyn Organic Lixir 8 в 1. В последнее время я пользуюсь именно маслом Evelyn, он, собственно, наносится на кутикулу, его также можно наносить на ногтевую пластину, массировать, массажными движениями все это дело массировать, и оставлять до того момента, пока он сам впитается. И, как правило, я это делаю вместе с моим вечерним кремом. Честно признаюсь, я, как правило, забываю, либо не успеваю наносить масло для кутикулы каждый вечер, но после свежеделанного маникюра я стараюсь хотя бы первые 2-3 дня регулярно наносить вечернее время на свою кутикулу масло для ухода, для того, чтобы ее подпитать и для того, чтобы она так быстро не отрастала. В принципе, масло для кутикул помогает сохранить и продлить жизнь вашему маникюру, и если вы регулярно используете масло для кутикул, то ваши руки будут действительно выглядеть значительно дольше и более ухоженными. Также, если говорить про масло для кутикул в дорожном формате, то у меня есть вот такая вот штучка. Это тоже OPI, это называется ABAPLEX CUTICLE OIL TO GO в объеме 7,5 мл. Это масло, которое откручивается вот с такой вот кисточкой, которое достаточно удобно брать с собой в дорогу. Если вы боитесь, что масло в бутылочке может растечься, то вот в такой вот тубе, вот в таком вот карандашике оно точно не растечется. Я один раз покупала, сейчас я не покупаю данную позицию вновь-вновь, потому что, честно говоря, в дороге я предпочитаю наносить на кутикулу достаточно жирный крем, а данное масло, оно со временем густеет, и, честно говоря, оно настолько быстро заканчивается, что, на мой взгляд, значительно выгоднее купить вот такой вот полноразмерный продукт, переливать его, может быть, в более маленькие емкости, и вам, собственно, его надолго-надолго хватит. Помимо масла для кутикулы, я выходит за своими ногтями, на данный момент я использую вот такую вот позицию от тоже EVELIN. EVELIN вообще это марка масс-маркет, она очень доступная, очень экономичная с точки зрения цены, но вот эти вот два продукта от EVELIN, это орган-эликсир и Total Action 8 в 1, мне действительно очень нравятся, и я ими пользуюсь с удовольствием. В данном случае это Intensive Nail Conditioner, так же, как и для волос. Существуют кондиционеры, вот в данном случае это Intensive Nail Conditioner, это кондиционер для наших ноготков, который мы наносим на ногтевую пластину, когда мы хотим ее восстановить, подпитать и увлажнить. А в моем случае это, как правило, бывает после того, как я несколько раз наношу на ногти гей-лак, вот после снятия гей-лака я понимаю, что моя ногтевая пластина несколько пересушена, и мне хочется дать ей отдохнуть, мне хочется ее восстановить, и тогда я пользуюсь Intensive Nail Conditioner, он покрывает мои ноготки тонкой прозрачной пленочкой, делает их более ухоженными. Вы наносите Intensive Nail Conditioner на вашу ногтевую пластину, и последующие 3-4 дня ваши пальчики выглядят ухоженными, а ваша пластину постепенно восстанавливается.